здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас довольно таки интересная встреча с человеком который прошел большой путь таких людей называют старейшины старейшины во всем мире это мудрость это знание это умение поделиться опытом это воспоминание это какие-то может быть детали той жизни которую мы сегодня можем только где-то увидеть или прочитать я рад приветствовать здесь у нас в студии человека который многое нам расскажет представить сайта старейшин городского круголюберца анатолий иванович желтов здравствуйте на той давайте начнем с формы в форме сейчас как эта парадная форма для парадной формы офицера в м.ф. в м.ф. да и матрос матрос но погоны выдают том что я бюджет до интегра вот так у меня и просветы морская морская авиация короче города я служил на северном флоте мы обеспечивали действие наших то сайт наших кораблей наши так сайте разведывательные полеты метали за уголка говорят это знаете это норвегия и туда знаешь ближе к медвежьим островам вот ну и довелось мне летать на севере на самолете ту-16 разведчики ту-16 заправщики разные так сказать модификации самолета ту-16 к 10 с ракетами а где-то класса воздух корабль а вы еще не просто а морская авиация еще против их коробки улетворяются уничтожать авианосцы это какие годы вы служили это я скажу сейчас это шестьдесят пятый восьмидесятый но самый такой вот до их до во всяком случае когда у них начинались учения а учение у них значит вот последний раз мне довелось летать уже на другом самолете на ту 95 разведчики вот эта машина уже другого класса экипаж 13 человек взлетный вес 180 тонн самолет мог долететь до соединенных штатов без заправки он специально сделан был чтобы мы могли там так сказать уронить им на голову какую-то неприятность но там же помните хрущев еще прилетал показал что наш самолет может лететь на посадке да да ну а потом сделали дозаправку воздухе то есть во время было там летать да ну а как вы собственно решили стать военным ну вот это интересная история да значит дело в том что я все время хотел быть моряком именно да да моряком потому что с детства занимался в судно-модельном кружке а потом значит так под руководством моего учителя и фронтовика кстати давать его к дивансе кудрявцева да мы значит построили построили байдерки у нас таминской школе номер два у нас была хорошая производственная база нам очень помогала материалами материалам помогали завод звезда и вот мы построили майдерки и даже устал две недели мы так с этим были в плавании река угра потом а к москва река вот эти вот но вам нравилось плавать очень да и я мечтал об этом после после окончания школы я поступал в рижское училище подводников ну случайно как-то меня судьба от этого берегла меня забраковали на парковой там по мелочи как говорится по давлению наверно да нет нет гланды гланды да хотя не болел ангиной но сказали что говорили заказали вывешив на следующий год приходи ну а я после школы сразу значит вернувшись из похода у нас в томильно собственно единственная школа была не было еще школу там не пионерской вот это гимназии 18 у нас был пятых пять выпускных классов и пока мы ходили в поход все места так сказать поблизости все все заняли потому что вы институт и мало все-таки ребят сло и вот и по знакомству познакома значит матери одного из моих товарищей мы устроились депо панки вот нас взяли значит так сказать на учеников слесаря но полгода мы работали подсудными рабочими ну как это водится вон да потом значит я освоил несколько специальных специальностей механик электрик в кузнице поработал там инструментальщик и потом вечером я закончил курс помощников машиниста и последний год ездил помощником машиниста на нашем рязанском направлении москва галутин москва террористы и ничего не говорила о том что вы вернетесь до морской зоны чего конечно да но в 58 году где-то значит у нас в люберцах был филиал колоненского аэроклуба и вы и случайно с ребятами пошли с парашютом вроде прыгнем вы не представляли себе что такое летная специальность вот да и мы короче ведь зимой мы отзанимались вот это сейчас на улице кирова где там вот гражданская оборона одно время было вот у нас там кабина самолета было як-18 двигатель стоял то есть мы изучали серьезно матчасть аэродинамику вот теорию полета на и значит лето обетом три месяца были на полетах колонии под колонны за москварикой есть такое село коробча его называется вот и конечно вот полетав ну начинается летная биография с парашютного прыжка а потом уже я я перед да это я перенес как-то это легко все кто-то предложил вам самолет вот да ну короче говоря сейчас секунду полетал налетал 15 часов самостоятельно понимаете это очень много значит когда инструктору нет рядом одежда инструктор не было один в воздухе и один управлял самолет ну как вот на автомобиле вы едете аналит и с правой стороны у вас никто не сидит да 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 вот это очень здорово потому что инструктор всегда с инструктором как-то стараешься там больше нервничать режим да там скорость это самое направление все а тут один и вот так самолет там влево-вправо но удовольствие бесподобное все вот заразился воздухом вот таким образом бывший любовь к морю на цитаре она стала любовью к нему пытался 50 60 год год разгона авиации летчиков было навалом я никуда поступить не мог меня хотели на сборы взять и егориск на вертолеты но мы что-то их очень не любили вертолет если это не знаю не знаю да почему-то но мы их просто не знали и только 61 году значит мне удалось поступить в тамбовское высшее училище дальней авиации имени марина росковой по здоровью проходили всего здоровья все нормально да сколько учились вот четыре года а четыре года четыре года мы летали первый год мы летали на як 18-х вот и три года вот на этом так как лишь я его не взял с собой хотел вам показать наил двадцать восьмом вот ну это очень посмотрят это не то есть это первый советский реактивный бомбардировщик тяжело было конструкции илюшина ну сейчас не могу сказать вообще боялись этих самолетов но все-таки это же нет ну как-то не было этого но вот одно дело когда ты летаешь но на уже проверенным а другое дело когда новая машина с одной стороны интересно а с другой стороны наверно вы знаете что вот это обучение как-то но так проходил значит так по курсу так бы кбп был курс боевой подготовки постепенно постепенно мы так сказать к этому делу подходили вот сначала сначала там взлет посадку отрабатывали потом полеты по маршрууту полет в зону потом значит фото стрельбы полет строим вообще очень интересно когда вот крыло буквально вот так или почти пара да 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 вот если я строим летал ее на як 18 там поршневой самолет там там проще там дал газ он сразу вперед убрал он отстает а вот на реактивном самолете этого нет вот вроде идешь пристраиваешься немножко прибавил там конкурса обороты вперед улетел вот так вот понимаете а вот а вы шлем принесли это шлем это шлемофон летчика военного дело в том что в том что в транспортной авиации нам они немножко другое снаряжение вот военный пользуются этим шлемофон да здесь вот наушники то есть это вот так одевает да 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 на уж можно выявить и он маленький а не опробуйте попробуйте на меня маленький да вот такой а это значит она и вот здесь две фишки вот видите вот вот эти а вот провода здесь подключается самолетные переговорные устройства вот это вот так надо 6 ну это так ну так и вот так вот так но я и какой-то такой пах кинокомедии похоже но тем не менее дело в том что это да это мне подарили уже шлемофон так сайт мой то он удобный мой то ну сколько вы налетали своем удобно неудобный во первых под шлем не к деваешь такой значит треп и до из материи от него чтобы там кажется не по телу во вторых это летний шлемофон есть еще и зимний меховой помогала мог как помогала другого не было огонь и конечно хорошо вот у нас еще немного времени остается вот в первой части такой вопрос люди которые летят сегодня пассажирскими рейсами до сих пор до когда самолет садится некоторые начинают аплодировать думаю что их слышат что вот вы когда-нибудь боялись были случаи когда вы чувствовали что все был случай я вот просто хотел вам показать самолет l28 но к сожалению значит найдем интернете так вот да значит у меня на третьем курсе после взлета отказал двигатель так значит на этом самолете два двигателя век с турбореактивных которые довольно далеко разнесли разнесены от фюзеля же поэтому случае отказа одного двигателя самолет начинает резко разворачиваться в сторону отказавшего двигателя и опускает нос и вот это произошло у меня примерно где-то на высоте метров 50 начинается вот да я только впереди видел себя пахоту но дело в том что перед этим нас тренировали учили летать на одном двигателе с инструктором летишь он раз неожиданно убирает там один двигатель и ты должен в это время среагировать его искали на вывести на вот все вот такая штука у меня получилось я конечно мутам сыграть как говорят в ящик вот но вот эти вот и сами мы также тренировались но одно дело когда этот двигатель умирал причем малых оборотов а здесь получился очень резко он полностью заклин на это двигатель потом выяснилось масляное голодание подшипника и он сразу заклеил там даже ну в общем потом уже разобрали мы вышли вот да я и значит искренне вывел дал противоположную ногу штурвал значит так сказать на работающий двигатель вот и и сразу докладывая я 325 я отказал правый двигатель ну руководитель полетов принял это дело а потом я уже думаю как же правый когда меня влево тянет я 325 отказал левый двигатель инструктор был наш парень там так сказать я поделюсь да ну прям по матушке так что у тебя там могут двигатели отказали но я муж говорю суток праве левый двигатель держу крен на правый вот нога до упора нога буквально вот так вот как говорится что вы самолет удерживать от разворона вышли ну потихонечку набрал до высоту 200 метров значит развернулся на посадочный металли мы в богоевленске это под вечеринском металлим из грунта у нас четыре полосы было давайте здесь мы сделаем паузу и вернемся на грунт напомню что у нас в гостях анатолий иванович желтов председатель старейшин городского круга люберцы рассказывать нам о том как он служил морской авиации напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях анатолий желтов председатель совета старейшин городского круга люберцы и так вот эта ситуация случилась с вами и вы на грунт должны сесть ну так конечно у нас четыре полосы а мы взлетали с третьей садились на 1 вот так прям две полосы нам готовили постоянно катками для утюжили ну какой там грунт там же чернозем ну да вот и вот я уже плюс после четвертого разворота зашел значит так сказать на посадку а между полосами деревянные щиты такие идут точно между 1 и 2 полосы вот прямо на эти щиты не получается ничего не могу сделать да вот выпираясь что я уж там делал не знаю руководитель полетов заметил садись на вторую какой на вторую это надо было на работающий двигатель доворачивать это еще труднее в общем короче говоря перед высотой выравнивание я прибрал обороты и как самолетик рос и сам довернул только осталось понять такое выражение есть у летчиков добрать что такое добрый это вот когда снижаешься подходишь к земле и вот в этот момент надо ему придать посадочное положение чтобы посадить его точно на основные колеса и боже упаси коснуться передним колесом сначала вот тогда вот тогда вот садится так он да и металл и если произойдет посадка на три колеса самолет как правило козлит козли козел называется козел отрывается от земли прыгает да там на 3 на 5 метров и потом падает шасси ломается там и 8 короче говоря уже неприятность какая-то анатолий иванович ну вот вы сели дам влетела за это что же не влетит нет конечно да машину спасли во первых во первых себя спасли рух я покатился по полосе вот начал сруливать что-то самолет не так рулит я уже забыл с одним двигателем но с кдп сразу команда значит остановиться двигатель не выключать приезжает командир полка сразу меня из кабины попробовал запустить его ничего не получается но потом выяснили такой неисправность ну дальше продолжение какое было продолжение дальше было значит прилетел кожедуб иван никитович то он в это время был инспектором по московского военного круга генерал-полковник то время ростом собственно говоря меньше меня но в плечах два раза шире а вот значит мы с ним побеседовали там он подарил мне часы но дни именные никакие просто на часы вот и и спросил не страшно там выметать я ничего этого не почувствовал никакого страха рассказал про свой случай нами к семнадцатом у меня год в корее тоже понимаешь был отказ перед посадкой ну там дотянул как-то все вот мы с ним башенка же дуб то нам интересно вы же с ним общались ну приятный как говорится так сказать вещь ну что хочу сказать мы с ним встречались в училище три раза вот первый раз он выступал у нас учебно летном отделе значит все курсантом собрались и с задней стороны девчонки пришли из библиотеки вот а он за словом в карман не лез на вот это самый ну выразился мы все оглядываемся назад значит она ну они поняли убежали потом где-то в процессе речи опять понимаешь повторил мы опять назад все смотрим на них да вы не смотрите они уже ушли вот такой он в общем-то говоря вот такой был понимаешь и боевой и за мной может быть даже как-то ну очень располагающий к себе скажу и при вся на да вот мне что бросилось в глаза конечно ну вот его черты такие лица но на носу фурункл был принес я думаю даже у генерала но потом началась ваша после этого до после этого меня еще отпустили в отпуск что конечно очень крайне редко бывает на похороны дедушки и вот моего вот этого да давайте о нем расскажем потому что давайте я покажу да да потому что дедушка у вас тоже георгий шикова необычного до 1 мировой войны да здесь у него и медали у него за храбрость до 3 георгия да а звание знаете какой старшина нет нет а по тем временам наверно вот спать память себя подводит но большая лычка забыл да ну царское царское звание а да да я сейчас вот но ничего страшного забыл да да но не офицерская вот нет не офицерская за чем-то похож кстати вот я не знаю не знаю во всяком случае он попал в плен и спрена потом вернулся на ну рождение 1894 года как раз попала на период начала войны я родился через десять дней после начала войны вот ему в то время было 45 лет самому его взяли в народное ополчение мой отец желтов иван семенович на второй день был призван в томском районном коматом вот ему было в то время 25 лет возраст понимаете какой молодой да сейчас вот подумаешь где мы сильно связь вам получается да мне сейчас пока еще немного 82 ну да в ходе еще работать и работать ну во всяком случае желание есть конечно ну здоровье позволило бы здоровье хорошо хочу вот еще пройтись у вас на правой стороне вашего кителя на вашей правой стороне много всевозможных ну гвардия понятно как и знаков где вы учились и налеты какие-то расскажи но это это ромбик окончании летного училища это марксизм и админизм и двухгодечный курс да ну я же снг кпсс был но это вообще сейчас такой эксклюзив на третьем курсе я вступил в партию чтобы быть так сказать впереди а вот внизу там где парашют ну ну вот с парашютом у меня то я увлекался парашютным спортом у меня 110 прыжков значит том числе с задержкой в воздухе мне очень нравилось честно говоря даже знаете какой когда удовольствие испытываешь так а вдруг да это на что вдруг я сам укладывался себе парашют я был инструктором парашютные десантной подготовки я сдавался за начальника пдс полка вот я всех осматривал перед прыжком проверял аня еще у нас вот удовольствие было как в чем вот шагнуть из самолета понимаете казалось бы вот ну вот было страшно а тут вот в основном прыгали с м2 а вот сейчас когда летали на самолетах уже как пассажир какие ощущения но вы знаете я честно говоря себя проверял вот я даже особо в управлении не вмешивался я просто вот руки положил на борта ноги убрал спинали просто сидел вот так сказать получал удовольствие вот пошли на петлю вот понимаете бочки так сказать коротим вот буду на читать сам свечка это вертикальный так вот самолет летит в небо вот потом скорость падает нос опускает и прямо колым идет так со земли ну то есть вы шалили шалили немножко был я не шалил мне просто было интересно как я все это перенесу но и принес нормально вас есть кортик это тоже часть форма да да это к парадной форме парадная да сейчас всем вот арскому офицеру ну вы знаете артиллеристом сухопутным что-то сейчас не даю сейчас это а моему дедушке он артиллерист был у него был кортик мы его храним ну может быть да точно такой же быть да но только он чем отличается тут у него звездочка понимает а здесь вот видите якорь да я к ну понятно и на пуговицах у вас якорь вот такое оружие как говорится видите колюще это не режущие да 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 это колюще оружие ну как как штык ну скорее это уже такой да но штык-нож есть же более такой уже современно это просто как говорится да ну парадная деталь пара красивая красиво и возвращаясь в финале нашего разговора к морской тематике все-таки вы летчик вы получили свое удовольствие ну это видно как вы об этом рассказываете но хотелось ли вам все-таки на корабле пройтись я не знаю стать капитаном корабля но сужда нет в общем-то горя хотелось конечно хотелось я однажды был в отпуске вот и зимой что делать знаете полярная ночь надо декабрь январь это вот темнота сплошная значит и я договорился в морском порту чтобы там значит на каком-то таком-то сейнере там понимаете по заливу походить и хотелось конечно вот но в это время ко мне товарищ приехал в отпуск на рыбалку ну и все внизу и на получилось до валился да но что надо сказать вот мы летим например смотрим там это самый корабль какой-то плывет ну в как в определенном месте мы потом человек через несколько часов возвращаемся он опять где-то здесь понимаете то есть ну как-то не это во-первых во-вторых знаете я я уже так сказать не стал завидовать морякам почему потому что вот стоят они там на якоре в кольском заливе на сопке вверху жилые дома он видите дом но он туда не может попасть то дежурство понимает то там так что какие-то особые условия а вы вроде бы как и по морским делам но летчик да и два праздника и еще 17 17 июля будет день морской авиации ну а персональный даже спасибо вам большое за то что больше спасибо вам до рассказали почему потому что такой путь понятно что он гораздо больше вас побольше рассказали так а мы же еще до увидимся вот про моего наставника кудрявцев аркадий венсе очень но мы еще встретимся с вами ну надеюсь да надеюсь мне хотелось бы заострить внимание вот именно на наших участниках войны хорошо да и да давайте сделаем такую программу чуть попозже главное продолжаем работать спасибо вам огромное за то что пришли напомню что в гостях у нас был председатель совета старейшин городского круга люберцы анатолий иванович желтов вам здоровья спасибо за интересный рассказ это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания будем жить будем жить у нас